Всем привет! Вы на канале Роман с Хоккеем. В этом видео будет краткий пересказ про шестой матч серии между ЦСКА и СКА. Видео действительно должно получиться коротким. Я возьму все только самое интересное из этой игры. Надо сказать, что ЦСКА сразу же с первых минут пошел в очень активное давление и уже во второй половине первого периода сумел открыть счет. Причем произошло это после стандартного положения, после выигранного вбрасывания в чужой зоне. И Михаил Григоренко стал автором этой шайбы. Более того, он даже на ворота не посмотрел, когда бросал. В общем, сразу быстро среагировал, бросил. Лехтнин ему не смог помешать, а Юханссон тоже не успел сложиться. И шайба предательски сквозь Ларса прошла. И таким образом ЦСКА открыл счет и сделал на самом деле это абсолютно по делу. Скорее, ЦСКА был ближе к тому, чтобы забросить вторую, чем ЦСКА к тому, чтобы отыграться. Во втором периоде такой доминации у москвичей уже не получилось. ЦСКА вернулся в игру, побольше даже атаковал. Были затяжные моменты, но все решилось в самой концовке периода. Традиционно ЦСКА, как всегда, хороший. Именно в заключительной фазе отрезков. Здесь, надо сказать, что перед этой заброшенной шайбой случился один из самых спорных моментов этой встречи. Когда бросок по воротам Федотова, он ее ловит, почему-то уезжает в сторону. Шайба остается под ним. В общем, там начинаются какие-то споры. В это время шайба выходит из зоны, заново заходит. И по итогу Валентин Зыков оказывается первым на добивании. И со второй попытки поражает ворота Ивана Федотова, который был возмущен тем, что произошло. И уже, видимо, был не до конца сконцентрирован на эпизоде. Таким образом, после двух периодов счет был 1-1. И казалось, что вот она вся борьба. Возможно, наконец-то мы увидим овертайм. Но третий период начался весело. Сначала шайба очень удачно отскочила от ворот для СКА. Моисеев отдавал передачу Гусеву. Никита бросил, но снова спас Иван Федотов в ближнем углу. А затем уже снова после длительной позиционной атаки в зоне СКА. Наброс Артема Сергеева. Игра на пятаке сначала от Павла Корнаухова. Бросок добивания и Виталию Абрамову. Человеку, которого обменяли на Артема Балжиевского в серии с трактором. В концовке сезона Виталий Абрамов с неудобной руки идеально попадает по линии. Можно сказать, бросает. И шайба все-таки оказывается в воротах Ларса Юхансона. ЦСКА получает преимущество. 2-1 по ходу этого матча, что для них важно. Важно было вести в счете. И почти сразу СКА получает возможность поиграть в большинстве. Первое и единственное большинство, которое было в этом матче. Против Кузьменко Слепышев сыграл не очень удачно на вбрасывании. И СКА получил право поиграть в большинстве. Моменты были. Практически все две минуты держали в зоне москвичей. Но все-таки Иван Федотов и игра четверки обороняющихся позволила отстоять свое преимущество. И все самое интересное произошло уже в последние 5 минут. Воробьев после длительной борбы у борта вытаропал шайбу. И сделал передачу на Никиту Гусева. Это был ключевой момент этого матча. Возможно станет ключевым моментом серии. И Никита Гусев бросал с убойной позиции. И Федотову было очень тяжело на такой бросок реагировать. Но он успел поймать эту шайбу. Уже после этого ни одной более-менее опасной атаки у СКА не было. Наоборот атаковали уже москвичи. Несколько практически тоже выходов 2 в 1. И только игра Ларса Юхансона спасала команду. В концовке Роман Ротенберг берет тайм-аут. СКА выходит шестером играть. Но Оскар Фонтенберг снова совершает ошибку на синей линии. Отдает передачу Константину Акулову. Которую подключает Михаила Григоренко. И тут уже в пустые ворота завозит третью шайбу в этом матче. Таким образом ЦСКА побеждает 3-1. Сравнивает счет в серии 3-3. И послезавтра мы с вами увидим седьмой матч финала конференции Запад. По этому матчу я хочу сразу сказать, что меня возмутило просто. До дикого безумия. У меня вообще сейчас нет настроения судейства после двух периодов. Вот этот эпизод заброшенной шайбы Зыкова. Когда там на вратаря накинулись. Да и вообще до судьи пропустили огромное количество удалений. Они сами выпустили эту игру из своих рук. Потому что для чего вообще удаление в хоккее? Для того, чтобы ты атакуешь. Ты сознал какую-то опасную ситуацию. Против тебя нарушили правила. И ты соответственно образом получаешь возможность вот это нарушение соперника реализовать. А здесь сколько было моментов, когда могли удалять и у тех, и у других. И судьи молчат. Ну это просто абсурд. Мы в итоге смотрели три периода просто бей-беги. Причем вообще, ну я понимаю кубковый хоккей. Но если вы задекларировали правила, то я считаю, что их надо соблюдать. Я об этом кстати в своем телеграм-канале написал. Можете туда подписываться. А по всему остальному я считаю, что по делу. ЦСКА сегодня был лучше, был агрессивнее. Они подстроились под все это. Реализовали свои моменты. ЦСКА первый период нам можно сказать проспал. И поэтому наверное седьмой матч в этой серии вполне себе закономерен. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу судейства в этом матче. Что вы думаете по поводу этой игры. И что вы думаете по поводу того, кто все-таки одержит победу в Санкт-Петербурге послезавтра. Мне будет интересно на все это прочитать. Обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить следующие интересные видео. У нас впереди финал Кубка Гагарина. Поставьте лайк этому выпуску, если все понравилось. Ну и самое главное, не забывайте, что у вас роман с хоккеем. Всего доброго!